Приветствую вас, Анна. В вашей ситуации есть, безусловно, множество нюансов, на которые имеет смысл обратить внимание. Первый и основной нюанс заключается в том, что вы хотите... А чего вы хотите? То есть, ну, вы хотите сейчас построить отношения. Я так понимаю. Ну, то есть, я так понял, что цель ваша, она такая. Да, построить отношения. И для того, чтобы построить отношения, вы хотите, условно говоря, ну, скажем, заняться, допустим, психотерапией. Да? Чтобы это помогло вам прийти к тому, чего вы хотите. Но я думаю, вы не будете отрицать того факта, что то, что происходит, связано с тем, что вы себя не знаете. Вы не знаете своих реакций. Вы не знаете, почему, например, например, возникает страх человеку надоест. То есть, вы допускаете мысль, что я могу кому-то надоест. Почему, например, вы, условно говоря, пишете, что... Ну, как бы начинаете опасаться, что все темы себя исчерпают. То есть, вы находитесь с мужчиной не в контакте, по поводу снова и снова на постоянной основе генерируемых тем. Когда... Что бывает, когда люди, ну, активно идут по жизни и активно чем-то увлекаются, что-то исследуют и так далее. А... Как бы... Вы не говорите о том, что просто есть некий багаж у вас, который обсуждается. Ну, условно говоря, вот, для примера. Для примера. Допустим, вы занимаетесь, скажем, бизнесом. Молодой человек занимается рисованием. Ну, к примеру, просто вот, к примеру. И молодой человек говорит, например, просыпается утром и говорит. Слушай, я сегодня вот во сне увидел обалденную, просто офикительную картину, образ картины. Вот. У меня было вот это, 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 это и вот это, например. Вы говорите, что все мужчина, мужчина. И вы обсуждаете этот момент. Ну, потому что предполагают, что если у вас, эээээ, если у вас, эээээ, мужчина, кто порой любит рисование, то и вам, соответственно, рисование тоже нравится. Да? Предполагают, так, по крайней мере. Дальше. Спустя время вы приходите с работы, например, и рассказываете человеку, опять же мужчине, о том, какой у вас сегодня был клиент, как этот клиент, какое необычное дело, например, было у клиента, допустим, и вы рассказываете это человеку интересным, и вы обсуждаете это, потому что предполагается, что человек интересуется тем, чем занимаетесь вы, ну человеку, потому что вы его девушка, понимаете, а у вас таких интересов нет, а самое главное, что те интересы, вот ваши интересы, которые определяют вектор вашей работы, в моем примере, помимо всего прочего, определяют еще и ваши хобби, помимо всего прочего, определяют еще и там, скажем, манеру вашего общения, ваш юмор, ваше поведение, ваши какие-то поступки на локальном уровне, и все это вместе, как бы объединяет вас с мужчиной, которому делается то, что вы делаете, который кайфует от этого, и как бы снова и снова генерируется тема. Знаете, то есть речь идет не о том, чтобы подбирать тема, а о том, чтобы делиться тем, чем вы живете здесь и сейчас. Но поскольку вы говорите о том, что вы можете быть скучной, что вы можете надоесть, то вы себя где-то обесцениваете, где-то вы себя зажимаете, где-то вы себя подавляете, и это накладывает отпечаток на отношения. Следующий важный момент, это личные границы, то есть вот, а мне кажется, что когда вы слишком сильно сближаетесь с мужчиной, да, когда вас становится очень много, когда вы начинаете общаться, ну там, ну, когда вы начинаете общаться на постоянную очень много времени, вот, то это, как мне кажется, является свидетельством того, что, ну, вы смотивированы в мужчине, вы увлекаетесь им, понимаете? Увлечение, это идеализация человека, то есть ты мне сверх важен. Но за идеализацией всегда идет обратная реакция, это деидеализация. И это происходит, может быть, не с вами, но с молодым человеком, но важно другое, что вы даете молодому человеку почувствовать, что вы, ну, по сути, вот, в нем нуждаетесь, что вы, вот, что он для вас сверх важен. А вначале вы себя, вероятно, ведете так, как будто бы вас нужно завоевывать. Ну, условно говоря, как будто вас нужно завоевывать. Понимаете? Какая, ну, вот, эм, какая, какая штука получается. Эм, это, ну, вот, эм, с чем-то это связано. Может быть, с чем-то это может быть связано. Что вы позиционируете себя так, что вас нужно завоевывать. Тут защита. Тут идет, как мне, кажется, компенсация. То есть, вы не говорите, что он, вот, ну, то есть, вы выделяете, эм, мужскую составляющую для себя. Вы говорите, мужчины ко мне теряют интерес. Мужчины. Но, мужчины не могут терять интерес. Интерес есть у личности. Личность не теряет интерес. Понимаете? То есть, я могу предположить, что, как личности, вы не взаимодействуете. Да, да, да. А мужчина, да, мужчина, действительно, он, у него появилось увлечение. Ну, это тоже самое и для женщин, справедливо. У мужчины появилось увлечение. Он, это увлечение, так или иначе реализовал. Все. Идет дальше. Личность наполняет человека тем, эм, тем, той составляющей, которая позволяет вести отношения дальше, которая развивает их личность, не, не мужская составляющая. Знаете, не гендерная. И, как бы, эм, вопрос, а какая тогда эта составляющая вам? Какая, какая у вас личностная составляющая? Что вас объединяет с мужчинами? Да. Быть может, дело в том, что вам для чего-то нужен мужчина, вы этого отчаянно ищите. Эм, и отсюда такое вот поведение, что вы, эм, в определенный момент пытаетесь что-то сделать с близостью, эм, с близостью. То есть вы становитесь неестественными. Да? И, значит, мужчин вы выбираете тоже может быть неестественным образом. Вот вы говорите, что мужчины проявляют инициативу, я не очень понял. проявлялась ли вы сами инициативу в начале, ну, в построении отношений, да? Не очень это понятно. Но, эм, тем не менее, здесь, как бы, на мой взгляд, очевидно. Вот. Вот. Ну, очевиден такой момент. Вот. Понимаете? Почему вам нужен мужчина? Что-то, что вы себе компенсируете. Нет, это не значит, что вы не должны перестать строить отношения с мужчиной. Нет. Но, как бы, вы строите отношения с ними, но строите так, чтобы это не было такого, что больше и больше времени, потом уже 24 часа в сутки, и что вы, как бы, общаетесь на какой-то страсти. То есть это страсти, по сути дела. В общем, у меня ощущение, что это страсти. Страсти – это увлечение. Увлечение – это когда я охвачен чувствами, но я не вижу человека с другом, я не воспринимаю его как лично. Понимаете? Да. Это страсти навыть не может. Долго. Жить. Ну, главный момент, вот главный момент это, как мне кажется, некоторая ваша, знаете, такая поверхностная веселость есть, мне так скажут, поверхностная общительность, которую вы усиливаете, когда появляется кто-то, кто вам интересен, потому что боитесь, что не общают 24 часа на 7. Вначале, когда только начинается сближение, не обозначив границу с человеком, не желая отталкивать мужчину тогда, когда вам этого хочется, боясь это сделать, потому что боитесь, что он уйдёт, боитесь быть брошенным, брошенным, возможно, или отношения не подстроить, да, вот, вы предаёте себя таким образом. Вот что-то вы здесь вот пропускаете в этот момент, то есть вот в момент, когда я начинаю общаться, я сближаюсь с человеком, а потом у меня появляется мысль, что окей, я хочу его ополкнуть, но я этого не сделаю, потому что не хочется отталкивать мужчину. Вот. И я ставлю человека выше всех своих дел. То есть, понимаете, я вот рискну предположить, что вам-то по жизни сейчас ничего не интересно более, чем мужчинам. То есть, мужчины в теории это самое интересное. Ну, понимаете, мужчины. То есть, вы говорите, почему мужчины теряют коммунистерацию? Ну, я говорю, какое-то, знаете, коллекционировано получается. А вы, ну, человека-то в них видите, вы личность-то в них видите. Человек и личность, как у каждого мужчины, своя. Мужчины, да, они могут быть похожи, но личность человека индивидуална, уникальна. И именно с личностью, с личностью, с человеком вы строите отношения. И, как бы, проведение 24 часов и 7 дней в неделю, это лишь часть такого взаимодействия. Постоянное обсуждение чего-то, это тоже часть. Потому что личность, человек, что-то творят, что-то создают. Да? Вот. Такая вот история. Анна, вы, вот, мне кажется, в какой-то степени, да, не знакомы себе сами, как, ну, с некоторых сторон. И, мне кажется, цель психотерапии не может быть в том, чтобы построить отношения. Потому что вы за эти отношения будете потом держаться. И они у вас все равно распадаются. Даже если вот психолог вас, там, проведет к условному замужеству, может быть даже материнству. Такая вот задача психотерапии в том, чтобы вы себя узнали получше. Что-то, чтобы вы, ээээ, принося в жертву интерес к мужчинам, который естественный. Да? Для всех. Чтобы вы все-таки, ээээ, лучше изучили себя. Какая я женщина? Кто я вообще? Например. Что я хочу делать? Помимо. Понимаете, потому что, эээ, как бы, семья – это важно. Отношения – это важно. Но крепкие, глубокие отношения предполагают их наполнение. А наполняться отношения не могут из, а, из отношений. Наполняться семья не может из семьи. Наполнение может быть из других сфер. Поэтому важно, чтобы вы одновременно и выстраивали отношения, но в то же время. Чтобы естественным образом в любой момент взаимодействия могли сказать мужчине. Ой, постоп, извини, я уезжаю там на неделю, на две, на три. Вот, у меня очень важные дела. Чтобы человек видел, что вы идёте куда-то. Чтобы у него было уважение к вам. Восвящение вами. Не как женщиной уже, но как личностью. Как человеком. Для этого нужно узнать себя. Для этого нужно, мне кажется, научиться принимать себя. А вы этого не делаете, потому что вы боитесь надоест, и вы допускаете, что вы можете быть скучны. Вот. Мне кажется, что терапия должна куда-то в этом направлении двигаться для вас. То есть не конкретно вот обсуждение того, а вот как вы вот с мужчинами себя ведёте. Не конкретно, а вот что мне сделать, чтобы там мужчины перестали меня отталкивать. Например. Нет. А именно вот по, ну как бы, дроби, мне кажется, вид набрано на то, чтобы вы поняли себя. Чтобы вы увидели свои новые грани. И включали их в взаимодействие. Мне кажется, что мужчина видит только честь вас. И вы видите честь себя. Да. А значит и часть его. Ну а поскольку с частям, частям мы не можем выстраивать отношения, но вот рано или поздно они приглашаются. Мы там все, что я надеюсь, чтобы мы к вам с вами все равно вы доброго. И удачи. Продолжение следует...